В этом видео я поставил себе непростую задачу. Ответить на один из самых часто встречающихся вопросов. Насколько играбельна бесплатная версия Destiny 2? И какой контент получает игрок без доната, без покупки сезонов и дополнений? За годы с релиза я наиграл в Destiny более 8000 часов, но даже меня в итоге удивило то, в каком состоянии Destiny 2 встречает нового игрока в 2023 году. Я переустановил игру, зарегистрировал полностью новый аккаунт, создал нового персонажа, параллельно разделяя свой игровой процесс с теми, кто никогда не играл в Destiny прежде и теперь готов поделиться своими впечатлениями. Искренне надеюсь, что видео будет полезно тем, кто хочет начать играть в Destiny 2 сейчас, а тем, кто уже играет, покажите это видео своим друзьям, которых вы давно звали поиграть с вами, чтобы у них было полное представление о том, что их ждет в начале пути. И да, сейчас такое видео особенно кстати, ведь для многих из нас проблема купить новое дополнение или игру все еще актуальна. К счастью, я знаю, как это сделать удобно и выгодно, благодаря широкому ассортименту услуг от спонсора сегодняшнего видео. Магазина Subgame, который открыт компанией Excite, продуктами которой я пользовался еще сам, когда играл на PlayStation 4. Ребята сначала продавали консольные аксессуары, а теперь решают главную головную боль отечественного геймера и продают цифровые копии игр для Steam, Xbox, PlayStation и Nintendo. Меня очень удивило то, насколько удобно устроен их магазин в том, что связан напрямую с официальными площадками Microsoft Store или PlayStation Store. Значит, если в них проходит какая-то акция, то она же будет доступна и на сайте Subgame. Еще это удобно и тем, что на сайте есть вся информация по локализации каждой игры, так что вы точно сможете выбрать игру на удобном вам языке. Процесс покупки игр тоже максимально простой и удобный, нет лишних чатов и долгого ожидания. Просто кладем товар в корзину, вводим данные и ждем подтверждения на почту, вместе с которым тебе отправят официальный чек, чтобы заверить в безопасности. В письме с заказом приходит логин, пароль от аккаунта и удобная инструкция по установке, чтобы точно не запутаться. А самое необычное и приятное в том, что на свои услуги Subgame дает пожизненную гарантию. Если вдруг доступ к аккаунту будет устрачен из-за блокировки, то магазин восстановит его за свой счет. Вот такого я правда нигде не видел, уж у частных барыг такого вы точно не дождетесь. Так что не рискуйте и пользуйтесь проверенным магазином с гарантиями и внимательной поддержкой, тем более что до конца июня на весь ассортимент сайта действует скидка 30%. Таких низких цен в магазине еще не было. Игр сейчас годных выходит море, так что не упустите возможность выгодно их приобрести или пополнить счет на будущее. После первого заказа тебе на баланс вернется 500 бонусных рублей для следующих покупок. Ссылка будет в описании. Удачного закупа! Создав нового персонажа, мне представили вступительный ролик. Точнее два. Первый тот, который открывал оригинальную Destiny и показывал нам сцену обнаружения странника человечеством. И второй, который коротко знакомит новых игроков с тем, из чего состоит основа сюжета. Ролик пересказывает основной конфликт, знакомит с классами игроков, расами противников и подводит к текущему противостоянию, называя свидетеля главным воплощением тьмы. Должен отметить, пересказ хорошо справляется с задачей и даже если не увлекает всей глубиной историей, то как минимум позволяет новым игрокам понять из чего собран мир игры. За это ставим плюс. Вступительная миссия на космодроме переживала разные итерации и то, как она строится сейчас, как знакомят игроков с основами управления, интерфейсом игры и передвижением тоже выглядит неплохо. Миссия не перегружена лишними деталями и игрок, который знаком с шутерами, быстро освоится с этой базовой инфой в Destiny, а заодно оценит приятные ощущения от стрельбы. Первая часть квеста завершается встречей с Шоу Ханом. Он даст игроку простую награду и будет ждать вашего новенького Стража для продолжения квеста. Так что за это вступление тоже ставлю плюс. Я, конечно, не буду разбирать весь вступительный квест Возрождения Стража, однако замечу, что за время его прохождения я обратил внимание вот на что. Квест и правда неплохо справляется с тем, чтобы знакомить игроков с механикой игры, с тем, как работают способности Стража, как пользоваться меню и как ориентироваться на карте. Однако назвать увлекательным этот квест я не могу. В нём нет истории, которая бы зацепила игрока и мотивировала выполнить задание. Вы помогаете Шоу Хану разобраться с мелкими делами на космодроме, найти какие-то ресурсы, поймать какой-то радиосигнал, и всё это кажется интересно самому Шоу, но не игроку. Ничего из того, о чём новичку рассказали во вступительном ролике, в этих квестах нет. Вместо этого на игрока сваливается тонна информации без мотивации в ней разобраться. Мне кажется, этот квест должен был быть разработан как супер сжатая сюжетка одиночной игры, которая бы имела завязку и мотивировала решить какую-то проблему, которая бы увлекала. Но та история, что имеем мы сейчас, не сильно далеко ушла от того бульона непонятностей, который встречал игроков в 2013 году в Destiny 1. Так что это я отмечу как первый минус для нового игрока. Непонятная и местами скучная история, которую бы точно хотелось скипнуть, если бы не весёлая стрельба и способности главного героя. Важной частью Destiny 2 является снаряжение, его добыча, его прокачка и комбинирование для создания билдов. И первые квесты и обучалки в Destiny 2 дают игрокам, на мой взгляд, недостаточной информации об этом для понимания важности снаряжения. К примеру, о различиях в редкости оружия игроку сообщают только когда он получает первую легендарную винтовку, и вся инфа это вот это всплывающее окно. Ни о перках, ни об абсолюте, ни даже о том, откуда падает снаряжение, не говорят. Кроме того, всплывашки все скипаются, и велик шанс, что это окно будет просто пропущено игроком. Мне кажется, что для того, чтобы разобраться в оружии, было бы здорово добавить небольшой диалог с оружейником, когда мы впервые прилетим в башню, который бы научил отличать оружие по уровню и познакомил бы с материалами для улучшения. При том, что подобное будет в рангах стражей. Повторюсь, сбор снаряжения это то, чем игрок будет заниматься 80% времени, если останется в игре. Но как он в этом разберется? Этот момент я отмечу уже вторым минусом. С завершением вступительного квеста игрока отправляют в последний город и рассказывают, как его найти и как в него вылететь. То есть где-то руководство прям вот очень подробное, хотя в нужных некоторых вещах игра просто не объясняет ничего. Кстати, карта орбиты какое-то время ограничивает передвижение стража по планетам, и чтобы попасть на них, вам нужно прокачивать ранги стражей. Мне кажется, это правильным решением, потому что и без этого на новых игроков валится слишком много информации. Не хватало еще, чтобы они летали туда, куда сами не понимают. Впервые высадившись в городе, игрок под экскурсию призрака знакомится с его обитателями. Первым персонажем, который приветствует игрока, стала Аманда Холидей. Что странно слышать теперь. Ведь историю прошлых сезонов игроку не представляют, а между тем Аманда уже несколько месяцев как мертва. О чем игрок узнает просто случайно, если попробует вернуться к ней спустя время и обнаружит на ее месте только кучу свечей и фотографий. Что-то важное произошло, о чем игрок никогда не узнает в игре. Знакомство со всеми остальными персонажами тоже, если честно, оставляет желать лучшего. С завалой мы перекидываемся простым диалогом, который вовсе не дает понимания о том, насколько он важный персонаж. А вот от Икоры получаем больше пользы, поскольку она знакомит нас с подклассами и помогает в дальнейшем изучить новые способности. И еще мы знакомимся со скитальцем, если так можно сказать. О нем нам не говорят ничего, кроме того, что он особенный, чтобы это не значило. Понимаешь, скиталец уникален, скажем так. А вот после диалога с Криптархом нам рассказывают об уровнях сезонного пропуска и показывают, где он находится. У пропуска есть бесплатный трек со вполне ценными наградами, так что это довольно круто для новичка. Мне толком даже и не пытались продать сезонник на этом этапе. После экскурсии по башне и повторного диалога с завалой, игрока познакомят с плейлистом налетов и предложат пройти один из них. Бесславное, на космодроме. После прохождения которого, игроку показывают еще один сюжетный пересказ, который повествует о том, что происходит в лоре и в сюжете игры в наши дни. И это, снова как говорится, хорошая попытка, но нет. Столь скомканный пересказ вызывает только больше вопросов, чем что-то вообще объясняет. Так что история Destiny 2 все еще остается дремучим лесом для нового игрока, который едва ли сможет заинтересовать. Скорее, это все отпугнет. Но если все же ты, начав играть в Destiny 2, решишь посвятить время и разобраться, что у нас здесь такое происходит, у меня на канале есть видео с полным последовательным пересказом сюжета в специальном плейлисте. По прибытию в город и после диалога с завалой мы можем прокачать ранг стража. Система рангов стражей создавалась в Банже как такой гайд, который поможет в освоении Destiny 2 и проведет по пути от нуба до профессионального игрока. В принципе, так новичку и сообщается, что если вдруг возникнет вопрос, а что делать дальше, можно обратиться во вкладку с рангами и руководствоваться заданиями, указанными на ней. Однако в дальнейшем, пока я проходил вступительные квесты, я регулярно терял систему рангов из виду, и у меня не было ощущения, что она вообще мне как-то помогает. Так что, на мой взгляд, идея рангов классная, но, увы, недокрученная. Я еще вернусь к этой мысли позднее в этом ролике, но пока я не поиграл на новом аккаунте, я думал, что проблемы с рангами касаются только опытных игроков. А теперь вижу, что и с введением новичков ранги тоже справляются не очень-то хорошо. Кажется, что их стоит сделать более заметными на первых этапах игры и напоминать о них чаще новым игрокам. К сожалению, это уже третий минус за первые часы игры. После этого я отправился на изучение новых сил и подклассов. Для начала нужно было установить связь со странником и пройти короткую миссию. И, о боже, эта миссия это какое-то сплошное недоразумение. Я не пытаюсь специально что-то тут загадить или ругать игру с высоты своего игрового опыта, но эта миссия будто собрана из ассетов, которые просто разбросали по полю. Странные наросты, которые нужно просто разрушать и искать спрятанные в них колодцы света. Крутящиеся в полу сквозь текстуры маховики и болтающиеся через потолок фонари, которые даже не всегда меня дамажили. Чувства, которые я испытал, когда это увидел, описать сложно. Такого уровня дизайна я не ожидал, ну, совсем никак. Даже финал миссии, который дает нам вдоволь наиграться со способностями, сделан, ну, очень уныло, с непонятными висящими фонарями улья. Столь низкому качеству я просто не могу найти объяснения. Ничего кроме разочарования от этой миссии я не получил. Почему нельзя было хотя бы перенести миссию из Красной войны с осколком странника, ума не приложу. Это точно еще один минус, мне было бы просто стыдно показывать такую работу. Следующим квестом, за который я взялся, был риск и награда на экзотический пистолет-пулемет. За ним я впервые отправился на новую локацию, европейскую мертвую зону. Пообщался с Девримом и узнал от него о тайниках некого Кейда 6. В отличие от квеста на подклассы, риск и награда оказался клевым. Тут игроку подают геймплей Destiny в самом концентрированном виде. Много прыгаем, к этому и правда стоит быть готовым, в игре часто встречаются подобные платформеры. Много слушаем историй о персонажах, которых мы не знаем, и лутаем мощное оружие. Получив экзот-анализатор рисков, нам дают сполна ощутить его уникальность, и наконец-то объясняют, что экзотическое оружие наделяет персонажа особыми свойствами. Точнее не просто объясняют, но и дают испытать в деле, сталкивая нас с отрядами падших, которые идеально подходят для демонстрации разрушительной силы пистолета-пулемета с энергией молнии. Мне было интересно проходить этот квест, и я думаю, что новым игрокам тоже будет весело испытывать что-то такое впервые. Не могу не похвалить за дизайн разработчиков. После прохождения этого поручения, меня вновь попросили пообщаться с завалой, и затем я обратил внимание на отметку, которая висела над бюстом какого-то чувака. Зачем-то нужно было послушать реплики в память о нём, из которых я узнал, что это тот самый Кейт 6, о котором я слушал истории на протяжении прохождения квеста Риск и Награда. Зачем новичку эта информация? Я объяснить не могу. Через такие вот реплики и упоминания новый страж всё равно не поймёт, почему для сообщества Destiny авангард охотников имеет столь особое значение. Тут же я заметил на карте города мигающий квест «Испытания возвращаются» с призывом поговорить с Сейнтом-14. Добравшись до него, Титан наговорил мне монолог о том, что есть некие испытания, которые лучше, чем то, что предлагает Шакс или Саладин. Это показалось мне странным, ведь к этому моменту я ещё не был в PvP и потому не понимал, зачем мне столь туманное представление другого режима, к которому у меня всё равно нет доступа и к которому я, ну, объективно не готов, я в синим шмоте стою. Вообще игра в первые часы часто не знают, что и когда вам показывать. У вас ещё нет артефакта, но всплывающие уведомления о его прокачке начнут вам вылетать ещё когда вы будете на космодроме. А в советах на загрузочных экранах будут встречаться упоминания платного контента. Было бы здорово, если бы какие-то такие более продвинутые вещи были скрытны для игрока на ранних этапах, в противном случае это может ввести в заблуждение. Я бы тоже записал это в минусы первого опыта игры, но всё же я уверен, что это могут поправить, так что особо не заморачиваюсь. Тем временем в рангах Стражей мне предложили полететь на Нептун и пройти поручение Первый Контакт. Запустив его, я снова послушал ещё один пересказ сезонных событий и мысленно в очередной раз обнял каждого новичка, который смотря эти ролики пытался что-то понять. Я с вами, чуваки, как это сделать лучше в этой игре я не знаю, может быть контент не удалять? Первый Контакт это вступительная миссия актуального на 2023 год дополнения Конец Света. И это довольно круто, что её дают пройти бесплатно. И после сюжетных квестов Пробуждения Стражей или даже Риск и Награда, миссия Первый Контакт ощущается как игра совершенно другого уровня. Это настоящий блокбастер, и я не удивлюсь, если первые мысли о том, чтобы купить дополнительный контент, посещают новых игроков примерно в эти вот моменты. Миссия может занять какое-то ощутимое время у новых игроков, однако и награду она выдаёт часто. За разные задания по ходу продвижения игрок получает хорошие подарки. Тут же игрок впервые сталкивается с новым типом врага – мучителем. И если при встрече с Кабал из Легиона Теней игра знакомит нас с особенностями боя с ними, объясняя, что после смерти те роняют ранцы, которые дают окружающим врагам щит, то с более опасными мучителями таких комментариев не дают. Хотя те имеют особую систему уязвимых мест, не зная о которых новичок может испытывать проблемы. Хотя, честно признаться, я страшно половину в синем шмоте был удивлён тому, с какой лёгкостью я смог расправиться со столь грозным врагом. Тут же в миссии игрокам дадут провести время с подклассом нить, и это довольно прикольный аттракцион, и я рад, что у бесплатных игроков есть возможность прикоснуться и к новому контенту. Но вот потом, после диалога с местным торговцем, не объясняя, куда идти дальше, меня оставляют на Нептуне. И даже толком не дают намёка на то, чтобы пройти историю дальше, нам нужно заплатить. Квестов нет, карта наполовину закрыта, и я решаю обратиться к рангам стражей, вспоминая слова призрака о том, что если я когда-нибудь задамся вопросом, что делать дальше, я смогу обратиться к этой вкладке. На этом этапе задания рангов как раз сообщают, чтобы я исследовал территории и проходил открытые публичные мероприятия на планете, на которой до этого не был. Окей, идём фармить их. Впервые прилетев на NES, я знакомлюсь с нейроматрицей, местным торговцем-компьютером, и получаю квест на простые активности, и параллельно ориентируюсь на задания рангов стражей, которые также отправляют меня в затерянные секторы и на патрульные миссии. Выполнив эти задания, я смог повысить свой ранг, ну и получил тонну всплывающих окон и уведомлений о триумфах и заданиях рангов. Прочитать их целиком и осознать было почти невозможно. Думаю, такие вот стопки информации здорово могут поставить в тупик нового игрока и создать впечатление, что он что-то упустил важное. Задания рангов на знакомство с оружейником Банши завязаны на обращении с материалами, ну и оружием, конечно. Например, просят купить у него оружие, но как получить валюту, осколки, не говорят. Точнее, говорят, что за разбор легендарок, но их так мало, что кажется, это может стать проблемой. На тот момент у меня были легендарки, которые я был готов разобрать, но их не хватило. Я посмотрел почту и обнаружил пару легендарных энграм там. Мне не говорили о том, что такое почта в игре, как и о том, что вся несобранная награда будет отправляться сюда. Что довольно неприятно, ведь я, как игрок без опыта, был уверен, что мне важно именно подобрать любой выпадающий лут, чтобы получить его. Как бы то ни было, благодаря тому, что я нашел эти легендарки и разобрал их, я смог купить оружие у Банши 44 и продвинуться к следующему рангу стражей. На пути к пятому рангу игрока знакомят с плейлистами, в основном фокусируясь на плейлисте налетов авангарда. Игра подсказала мне, где находится нужная кнопка с запуском операции авангарда, но многие детали, как например модификаторы налетов, остались для меня незамеченными, а ведь это тоже довольно важно, как минимум для понимания бонусного урона. В принципе, плейлист налетов довольно комфортное место для новичка, на мой взгляд. Тут можно и посмотреть разнообразные локации, и даже изучить какие-то механики, вроде бросков реликов или стрельбы из других реликов. Да и лут тут более-менее выпадает стабильно, который на этом этапе очень полезен для новичка. Притом прикольно, что заданиями на налеты не перекармливают, а только презентуют и оставляют волю выбора игроку. Кстати, на этом же ранге стража я столкнулся с еще одним неприятным заданием. Точнее, оно неприятное для того, кто старается все сделать быстро, а я старался. Мне нужно собрать 10 элементов брони легендарного типа. Игра опять же не говорит о том, как лучше это сделать и где они падают. Кроме того, речь идет именно об уникальных элементах брони, так что если вы получаете повторки в тех же плейлистах налетов, они не продвинут прогресс ранга. После завершения заданий на плейлист авангарда, мне велели встретиться с Шаксом и с Китальцем для знакомства с еще двумя плейлистами. Горнила, ПВП и Гамбит, командного режима смешивающего ПВП и ПВЕ. Как опытному игроку, мне было крайне любопытно добраться до заданий на ПВП плейлисты, поскольку было интересно, каким видит новый игрок сражение против других игроков. И вот я решил впервые отправиться в ПВП, в том числе в надежде, что там я смогу получить легендарную броню для прокачки ранга стражей. Первый матч контроля прошел хорошо, спасибо подбору игроков по скилу. Несмотря на то, что среди противников я видел чуваков в рейдовой броне или с эндгейм оружием и экзотами, мне было комфортно играть и противников я ощущал подстать уровню своего персонажа. Но нужная мне легендарная броня не выпала, так что я решил поиграть во второй представленный мне недавно плейлист Гамбит. И вот что Гамбит, что Гарнила, все же меня очень разочаровали с точки зрения представления режимов новым игрокам. Подсказки о том, что нужно делать, я получал только через озвученные реплики от Шакса или Скитальца. Но собирайте частицы и заносите их в банк, чтобы призвать первобытника, не звучит как что-то доступное и понятное для нового игрока. Как уже замечали другие ютюберы, кажется игре не хватает какого-то тренировочного боя в этих двух режимах, где бы игроки сражались против ботов или учились поэтапно понимать как устроен Гамбит, как заносить частицы, как снимать щиты на первобытнике и так далее. Гарнила и Гамбит все еще остаются хоть и увлекательными режимами, но все же брошенными разработчикам. И новые игроки это тоже чувствуют, потому что в текущем состоянии эти режимы сложные для понимания. Тут точно большой минус. Примерно в это же время мне представляют Аду 1, которая отдаст квест на знакомство с трансмогом, возможностью менять внешний вид брони на основе облика другого снаряжения. Вначале мне показалось излишним усложнением заставлять игрока проходить какой-то квест для разблокировки этой возможности. В той же недавней Диабло 4 игрокам сразу доступна функция трансмогрификации у шкафа с вещами. Однако квест Ады вел на Европу, которую прежде мне надо было еще открыть. Для этого я прошел первую миссию дополнения за гранью света и после получения доступа патруль зоны на Европе я смог пройти простенький квест для Ады. В целом, кажется я уже говорил, но повторно обращу внимание, патрули всех локаций в игре полностью бесплатны. Для каких-то планет нужно качать ранги стражей, для каких-то проходить вступительные миссии платных дополнений, но так или иначе, игрок на бесплатной версии видит все многообразие мира игры. Так что это и правда здорово. Даже квест на трансмог меня в конечном итоге порадовал, потому что с его завершением игрок получает материалы для изменения брони и проходит подробную инструкцию по работе со специальным меню внешнего вида. Кстати, тут же у Ады я докупил броню и смог затем прокачать следующий ранг стража. На пятом ранге я сталкиваюсь с чередой вопросов. Где брать артефакт? Что это вообще такое? А ведь для продвижения по рангам мне нужно его получить и прокачать. Как получить, подсказывает заблокированная ячейка артефакта. Правда, тут произошел мем какой-то. Меня просили пройти задание «Спуск на дно» в течение сезона сопротивления, при том, что на момент записи шел сезон «Глубина», частью которого задание «Спуск на дно» как раз и было. Где его искать? Не говорят. Найти этот квест без подсказки невозможно. Я наткнулся на него в шлеме, ну потому что знал, что он там. Но как игрок должен новый это понимать и откуда должен это узнать. Пройдя квест на Титане, я все же получаю артефакт, но без всякого с ним понятного знакомства. Мне не сказали, для чего он нужен, какие функции в себе таит и сколь важен даже в том, какое влияние на общий уровень силы стража оказывает. Даже о том, что тут лежат важные моды, позволяющие бороться с мощными врагами-воителями, мне не сказали. Это все туда же, в копилку минусов и к слову о том, что игра как-то что-то разжевывает суперподробно, а объяснение ключевых механик игнорирует. На мой взгляд, это является одной из ключевых проблем для новых игроков. Но дальше я столкнулся уже с теми препятствиями, которые утомили меня и заставили остановить мой эксперимент. Так что сейчас я расскажу об этих самых препятствиях, а затем уже перейдем к выводам, я полагаю. Заданиями, которые бы точно поставили нового игрока в тупик, стали те, что учили улучшать броню. Для установки мода в броню требуется увеличить ее энергию, а этого игра мне не давала сделать, пока я не получу следующий ранг стража. Так что я не могу вставить моды, потому что не могу прокачать броню. Но как оказалось, мне нужно сначала ставить моды, требующие минимальный объем энергии в броне, а затем уже прокачивать ее. Это очень странный подход в том, чтобы объяснить игроку одну из самых сложных систем в игре. И это еще при том, что игра так и не объяснила мне, как работает синтез снаряжения и прокачка хорошего снаряжения низкого уровня за счет разбора худшего снаряжения с более высоким уровнем силы. А значит я бы так и продолжал распылять все снаряжение ниже своего уровня, несмотря на его перки. Тут же в заданиях на шестой ранг стража меня попросили повышать ранг репутации у сезонного торговца в шлеме. Что невозможно было сделать без покупки актуального сезона. Так что похоже игроки сталкиваются с платным барьером уже на пятом ранге стражей. Хотя раньше, насколько я понимаю, можно было бесплатно добраться до шестого ранга включительно. Подводя итог путешествия моего неопытного стража, должен признать, что состояние бесплатной Destiny 2 в 2023 году лучше, чем то, что было с игрой, скажем, в позапрошлом году. Вступительные квесты дают новым игрокам много подробной информации о том, как работают многие базовые возможности игры. В первые несколько часов игрока ведут довольно линейно и за ручку, ограничивая пути к планетам или не упоминая лишние плейлисты, чтобы он не потерялся. Агрессивной и навязчивой монетизации я тоже не заметил. Плашки о платном контенте мне выскакивали только когда я проходил вступительные квесты от платных дополнений, а про магазин донатной косметики мне сообщили уже когда я подбирался к шестому рангу стражей. Система этих самых рангов стражей отличная идея и она даже со многим справляется, ранга так до четвертого. Но ей все еще нужна значительная доработка, если банджи рассчитывают, что ранги будут под ключ закрывать вопрос адаптации новых игроков в Destiny 2. Вместе с тем многие подсказки вылетают наугад и непоследовательно. Игра словно не всегда понимает на каком вы этапе и как продвигаетесь по системе прокачки. Для изучения некоторых систем выделено подробное обучение, как например трансмагрификации или обращению с некоторыми меню, в то время как другим важным аспектам игры, системе вооружения, модификаторам брони, синтезу снаряжения или артефакту не уделено необходимого внимания. На мой взгляд это может ощущаться довольно критичным в момент адаптации игрока, и я был бы рад если бы полные системы обучения таким сложным штукам были встроены в ранги стражей. Так что из всех минусов, что я называл в течении этого ролика, самыми ощутимыми являются полный хаос в истории и в сюжете игры с позиции нового игрока, и вот эти вот пробелы в обучении важным системам геймплея. Я прекрасно понял почему новым игрокам так сложно удержаться в игре на старте, даже если им нравится геймплей или сеттинг. Игра настолько разрослась в сюжете и в разных многоуровневых системах, что разобраться в ней самому без гайдов и подсказок почти нереально. Притом Destiny 2 не самая сложно устроенная игра, тут нет веток талантов на сотни комбинаций, как в каком-нибудь Pass of Exile. Но вот именно то, как даже те системы, что есть, представлены и спрятаны, усложняет обучение в разы. Если бы я должен был дать какой-то совет тем, кто начинает играть, то искренне бы рекомендовал найти компанию и играть с кем-то вместе. Будет здорово, если это будет опытный знакомый, у которого хватит терпения с вами возиться. Однако даже это не гарантия того, что игра сможет удержать вас более чем на несколько десятков часов. И если обобщать, то вот что доступно каждому игроку в бесплатную версию Destiny 2 в 2023 году. Обучающий вступительный квест Новый Свет, стартующий с первой минуты в игре. Плейлист налетов Авангарда, состоящий из коротких миссий с боссами в конце. Плейлист Гарнила, это PvP-режимы против других игроков, в которых нет зависимости от уровня силы, а значит технически можно играть с любым снаряжением. Режим Гамбита, режим PvP-е, который довольно увлекательный, динамичный и стратегический, но к сожалению давно никак не обновляемый разработчиком и оттого не особо любимый игроками. Подземелье Откровения, эндгейм-активность на трёх игроков с ценным эксклюзивным лутом и запоминающимся дизайном локаций. Два рейда, перенесённых в Destiny 2 из Destiny 1, Хрустальный чертог и Гибель короля. В рейды можно ходить только заранее собранной командой из шести человек, они включают сложные механики, но и награда там соответствующая. Патрульные локации на планетах, а также свободные активности на них, патрульные миссии, затерянные секторы, открытые мероприятия. Вызов Вечности, развлекательная активность, добавленная в игру к юбилею студии Банджи. Активность рассчитана на шестерых игроков и игра подберёт их автоматически в команду при запуске. Награды там тоже могут быть очень полезны новичкам. Вступительные миссии из каждого из платных дополнений. Они познакомят вас с разными историями, локациями, дадут немало наград и возможно даже увлекут настолько, что захочется купить какое-нибудь дополнение. И сезонные ивенты. Эти мероприятия приурочены к разным событиям или праздникам. Новогодний ивент, хэллоуинский ивент, летний ивент с соревнованиями стражей и так далее. Такие мероприятия обычно предлагают особый лут, который можно получить только пока длится ивент. Да, довольно немало кажется. Однако я думаю, что если вы преодолеете все препятствия и игра вас настолько сильно увлечёт, то такого объёма контента вам будет безусловно мало. Так что наиграв, скажем, сотню-две часов, вам точно стоит задуматься о том, чтобы купить какое-то из дополнений. А это непростая задача, поскольку изданий у игры в одном только стиме два десятка. И я не знаю, зачем их столько наплодили, но это тема для отдельного ролика кажется. Так что если вам понравилось это видео или вы хотите больше контента именно для новичков, может быть советов или разъяснений тех проблем, о которых я сегодня упоминал, то дайте знать об этом в комментариях. Спасибо за просмотр и хорошего дня!